Казахстан Проложены нашими предками еще тысячи лет назад и называются Великим Шелковым Путем, соединяющим великолепные средневековые города. Наш фильм об истории столиц Казахстана. Мы приглашаем вас вместе с нами в путешествие по времени. Казахстан География Казахстана уникальна. Он является мостом, соединяющим Азию, Европу, Запад и Восток. На севере Казахстан граничит с Россией, на юге с Кыргызстаном, Туркменией и Узбекистаном, на востоке с Китаем. Большую часть страны занимают степи и лесостепи, пустыни и полупустыни, ограниченные с юга и востока горными хребтами Тиньшани и Алтая. На западе степи открытые переходят в приуральские и причерноморские степи, тянущиеся до Дуная. На востоке горные перевалы соединяются с монгольскими степями Гоби и Токламаканом. Все это и есть Великая степь. Жизнь в эти видавшие великих царей и переселения народов края приходит вместе с водами крупных рек Казахстана – Иртыша, Сырдари, Или, Чу, Ишима и Урала. Величие этих мест подчеркивают горные цепи Тиньшани – Джунгарский, Зайлиский, Кыргызский и Таласский Алатау. К сожалению, на территории Казахстана не сохранилось ни одного города саксского периода, а возможно, эта находка еще впереди. И благодаря такой удивительной науке, как археология, мы имеем неопровержимые доказательства того, что сакская цивилизация в своем развитии достигла высочайшего уровня. Имела письменность, архитектуру, а значит, градостроительство, государственность, право и неповторимый звериный стиль в искусстве. Все это стало известно благодаря находкам и засыпальниц сакских царей. Один из таких комплексов – бесшатыр, который находится в национальном заповеднике Алтан-Емель. На территории Казахстана обнаружено немало сакских погребений. Знаменитый берель в восточном Казахстане, где благодаря природному микроклимату и ледяной подушке, сковавшей захоронение, сохранилось даже тело нашего далекого предка, скорее всего, знатного происхождения. С ним были захоронены и прекрасно сохранились лошади, ковры, кожа, много органического материала, который позволит по анализу ДНК определить путь эволюции наших предков. Еще один царский погребальный ансамбль найден в Челекты на юго-востоке Казахстана, где обнаружен сакский предводитель в таких же впечатляющих золотых одеяниях, как и Исыкский. А сенсационная находка 1970 года в Исыке перевернула все представления ученых о сакской цивилизации. И хотя пока археологами открыты только погребальные памятники, не исключено, что где-то рядом с ними будут обнаружены великолепные сакские дворцы и города. На снимке с самолета четко просматривается целая система курганов, по всей видимости, расположенная по какому-то особому замыслу. Большое значение в композиции придается кругу и спирали. Не случайно и сами курганы имеют круглую форму. Чем выше и больше по диаметру курган, тем выше статус погребенного в нем человека. Археолог Бекен Нурмухамбетов очевидец уникальной находки в Исыке. Он в числе первых вошел в царскую сыпальницу. Курган над могилой золотого человека состоял из шести слоев. Слой камня, слой земли, слой камня, слой земли. Так вот, если в плане посмотреть на этот курган, он концентрический треугольник. Круг один больше другого. Так вот, шесть кругов. Один больше другого. В плане. Так вот, это понятие пространства. Геннага, это получается, что вот этот ареал Исыкский был местом вот этого сакского государства. Судя вот по цепочке курганов вокруг нас. Да, да. Мы только с обретением независимости признали социальное положение золотого человека. Это царевич, последний престола. Он погребен рядом с отцом царев. Здесь есть, буквально два километра здесь, расположена царская резиденция. Замок укрепленный. Есть город сакской знати. Есть между ними поселение, где жили рядовое население. Разделяют между ними река. Вот здесь вот река течет. На левом берегу жили, на правом берегу хоронили. Это целый археологический комплекс. Но не блеск благородного металла золотого человека поразил ученых, хотя сами изделия представляют собой шедевр ювелирного мастерства саков. Маленькая серебряная пиала стала поводом для научной сенсации. Маленькая чашечка, она перевернула наше представление о саксском обществе. Дело в том, что на этой чашечке, небольшая она, типа пиалы, было обнаружено 26 знаков, прочерченным острым предметом. Оказалось, это письменность. Письменность, которая первоначально датировалась V веком. Так датировал Кеморякищий находку золотого человека, Исык. Потом несколько археологи уточнили дату. Сейчас это IV век, может быть, начало III. Но факт тот, что 2,5 тысячи лет тому назад мы видим письменность, видим искусство сарского звериного стиля. Это удивительное искусство. Ну, предметы его украшают все, пожалуй, крупнейшие музеи, экспозиции всех крупнейших музеев мира, в том числе Эрмитажа музея, Астаны, наш музей. Но сама надпись, она говорит о многом, потому что письменность – это один из признаков, один из параметров цивилизации. Это параметр цивилизации, он связан с государственностью. Но вот судя по головному убору, это царский головной убор? Безусловно. Это не просто головной убор, это корона. Это корона, которая венчала голову царственной особой. И вот украшения, которые на ней имеются, там и лобная часть украшена крылатыми конями, на самой верхушке этого головного убора высокого фигурка Архара, наверху там есть деревья с птицами, масса зверей всевозможных. Это не просто какая-то бессистемная, вот просто красивая картинка. Нет, всё это имеет глубокий смысл, зашифровано в этих орнаментах, рисунках представления мира. Первые люди на территории Казахстана появились ещё раньше, миллион лет назад, в древнекаменную эпоху, и наряду со всем человечеством прошли долгий эволюционный путь. Древних письменных источников не сохранилось, и учёные реконструируют историю по археологическим находкам, доказывающим, что на территории Казахстана человека домашнил коня ещё пять тысяч лет назад, за две с половиной тысячи лет до появления сакской цивилизации. Обнаруженное на северо-западе Казахстана городище Ботай было исследовано казахстанским археологом Виктором Зайбертом совместно с британскими коллегами. В данном случае мы совместно работаем над одной программой, которая называется «Образ жизни ботайского человека с английскими учёными». И вот там, в Брисовской лаборатории, есть хорошая методика определения, выявления жировых молекул со стенок сосудов. Когда жидкость находится в сосуде, в поры глины впитываются жировые капли. Удивительно. Они застывают и проходят тысячелетия, они сидят в этих глиняных порах. Потом, когда берётся вот таким скальпелем, небольшой соскоп, несколько миллимиллиграммов, помещаются специальные механизмы, раскручивают, измельчают, пропитываются различными компонентами. И в конечном итоге получаются факторы, да, фактически ДНК жировых молекул. Все исторические перипетии на территории Евразии красноречиво отражают в истории столиц средневековых государств. Наиболее часто упоминаемые в источниках легендарные города Отрар, Джанкен, Туркестан, Испиджаб, Тарас и Сауран в Южном Казахстане, Сарайчик в Атараусской области, Саганак в Казалардинской области. Если бы не монгольское нашествие и войны между узбекскими и казахскими ханами, мы сейчас ходили бы по мощенным улицам великолепного Саганака, пестреющего богатой израстцовой мозаикой. Щедрая сардаря на протяжении веков позволяла жителям заниматься земледелием и рыболовством. Специально для водоснабжения был построен крупнейший по тем временам канал Туменарак длиной в 20 километров. Однако не суждено было потомкам лицезреть достижение цивилизации тюрков. За убийство монгольского посла поплатился каждый житель города. Чингисхан не оставил в живых ни одного саганакца, а прекрасный приоральский оазис стер с лица земли. Но что самое удивительное, вот эта глазурь, которая веками сохраняется под такими толщами слоев земли, до сих пор секрет его неизвестен. Много лет уже ученые пытаются разгадать технологию этой глазури. Состав его открыт, но, к сожалению, мы не знаем до сих пор, как делается эта удивительная глазурь. Удивительно то, что торговые артерии, связывающие наших предков с внешним миром, до сих пор служат и нам, нынешним жителям Великой Степи. Сейчас активно ведутся работы по раскопкам и реконструкции некоторых объектов. При этом реставраторы при создании строительных материалов используют те же приемы и методы, как и в Средневековье. Вот такие кирпичи из специального состава глины и камыша часто использовали при строительстве городских стен и караван-сараев. Один из них воссоздается на территории города Тараза, на развалинах настоящего средневекового караван-сарая, в котором находили и стол, и кров международные купцы. Недалеко от города Тараза есть прекрасный памятник XI века, который Карахам, основатель родового клана караханидов, поставил своей возлюбленной Айшабиби. Красивая легенда о любви, возможно, стала охранной грамотой для памятника. Он сохранился более чем на треть, и это позволило восстановить его в первозданном виде. Красота старинных орнаментов поражает тонкостью и изяществом. На легенде Карахан собрал 63 мастера из самых разных уголков империи и разных национальностей. Цифру 63 отождествляют с возрастом пророка Мухаммеда. Эти 63 мастера создали 63 вида средневекового орнамента, по которому видно, что это известный тюркский орнамент Хошкар-Ньюзорник, то есть узор рога Хошкара. Вот он в 63 вариациях здесь и присутствует. Памятник уникален тем, что весь фронт здесь состоит из настоящих стен, созданных теми мастерами. В 2006 году начались капитальные комплексные раскопки на городище Атрар. Удалось открыть одну из башен и наружных стен города. Вообще в течение веков стены Атрара достраивались, реконструировались и укреплялись. Вот эта вот стена относится к началу 15 века, к периоду борьбы за Атрар между моголами Восточного Туркестана и Тимуридами. Вообще история Атрара – это история не только богатой цивилизации, культуры и искусства. Это и история войн и великих завоеваний, борьбы за этот город. Героическая битва Атрарцев в начале 13 века за свой город с завоевателем мира Тюнгизханом вошла в историю и стала легендой. В течение шести месяцев Атрар противостоял монголам и пал по причине предательства некоторых военных предводителей. Атрарский оазис, или как он назывался тысячу лет назад, округ Фараб, где родились выдающиеся ученые Аль-Фараби, Бируни, Авиценна – один из центров тюркской цивилизации, узловая точка Великого Шелкового Пути. Не случайно Атрар упоминается почти во всех географических и исторических источниках. Он стоял на месте в падении Арыси в Сардарю и был центром земледелия. На Атраре сходились все стратегические дороги – в Тарас, Баласагун и восточный Туркестан, вверх по Сардарев, Шаш, нынешний Ташкент, Сокт и Мерф, вниз по реке в Приорале и на Урал. Через пески Козылкумов на запад в Хорезмы, далее в Поволжье, Причерноморье и Кавказ. И несмотря на то, что время войны не пощадили этого удивительного города, человек, впервые попавший сюда, бывает поражен величием и масштабами застывших развалин. Следами былого великолепия дворцов и площадей, замков и башен, мечетей и передовых для того времени систем гигиенических коммуникаций и сооружений. Мы раскопали это сооружение ин-ситу, как у археологов принято это называть, то есть сооружение, конструкция, которая сохранилась так, как она была в древности. И вот мы видим, здесь есть труба очень интересная, ванночка, ванночка соединяется с трубой и опять же возникает вопрос, что это? Сразу ответ не пришел, потому что необходимо было расчистить это все, изучить саму конструкцию. И после сопоставления данных возникла очень интересная идея, что археологи здесь, в Казахстане, на Атраре раскопали самый ранний для Средней Азии унитаз. Вот это вот сооружение, оно относится к эпохе 11-12 веков, как раз до завоевания этой территории монголами. Очень интересное сооружение. То есть в городе уже существовала канализация, получается? В городе существовала канализация. Хотелось бы заметить, в то время, как в Европе везде помои, так сказать, простите, вот за вот это вот, так сказать, грубое слово, выливалось на улицу, все это потоками текло. Здесь была очень устроена система жизни, быта, и в том числе и канализация, и водопровод, все здесь вот существовало в рамках одного города. О системе ирригации Атрара ходили легенды по всему тюркскому миру. До сих пор ее план можно наблюдать с высоты птичьего полета. И несмотря на то, что впервые в источниках Атрар, как город, упоминается в IX веке, археологи датируют начало его истории I веком н.э. А в VII веке тюргеши уже чеканят здесь собственные деньги, что говорит о столичном характере города и его политической самостоятельности. Размер города тоже говорит в эту пользу. Только центральная часть развалин, цитадель, составляет 20 гектаров. А площадь, примыкающего к ним укрепленного Рабада, то есть самого города, более 150 гектаров. А уже далее к нему примыкают пригороды Атрара. Это громадная территория, которая еще ждет своего исследования. Но уже сейчас, в результате финансирования программы «Культурное наследие», инициированной президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, археологи получили бесценные результаты. Две тысячи лет Атрара, вот две тысячи лет он жил. И мы можем вот в истории Атрара, как в капле воды, проследить историю, собственно говоря, государств, которые здесь жили, развивались, погибали. В город Чикань очень интересные монеты. На Аверсе, на лесовой стороне это была эмблема. Она и дальше потом продолжала жить. Это идущий вправо лев. А на Аверсе, на Реверсе там были тамга, вот кангаров, какие другие знаки. А дальше начинается период развитого в Средневековье. Это эпоха, которую можно назвать мусульманским ренессансом. Вот, начиная с 8 века здесь появляются арабы. Вот, арабы захватывают политически, так сказать, владеют этим регионом. Но нельзя думать и говорить о том, что, кстати, арабы, так сказать, экономически, политически подчинили трое. На ней, я бы, так сказал, подчинили бы идеологически. Потому что ислам был той религией, которая постепенно стала из религии, которую принимали ради спасения живота своего, и, значит, исследовали кары. Стал религией по убеждению. А ислам принес очень многое и в культуру, прежде всего. Это арабский язык, арабская графика. Доминантами города стали теперь уже не храмы Зарастризов, а мечети, бани. Атрар был разрушен основанием монголами. Полгода монгольская армия штурмовала город, город сопротивлялся. Шесть месяцев делились осадные бои. Но, наконец, как часто бывает в истории, предательство новой завоеначальнику, который входил в гарнизон. Монголы ворвались. И еще центральная часть цитадель сопротивлялась. Отбивался водитель города, навестник города Каирхан. Навестник, который посадил Хранишах Мухаммед. Но участь города была решена. Он был разрушен после того, как погибли последние защитники. Стены сравнены с землей. Жители были выгнаны в поле. И все от мала до велика были вырезаны. Это была расплата за героинство сопротивления. И вот изучая историю Атрара, Тараза, Саурана, столичных центров, мы, конечно, можем представить и политическую роль вот этой территории, которая стала называться в 16-15 веке Казахстаном. И которую заселил, кстати, стал политический, экономический главенствующим этносом казахи. Вот эти города сыграли колоссальную роль. Они продолжали играть важную роль в истории казаха, особенно казахского ханства. Потому что вот верхние слои Атрара – это казахское ханство. Атрар был слишком важен на пути с запада на восток и сумел подняться из руин, вновь став центром культуры, торговли и ремесла. Расцвет он достиг при Хане Ерзене, известном как хан-строитель. Затем при Эмире Тимуре, когда во второй половине 14 века, Отрар и весь Южный Казахстан вошли в империю Хромого Тимура. С его именем связаны два великолепных памятника исламской архитектуры – мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в соседнем Туркестане и мавзолей его учителя Арстан Баба. Южный Казахстан – особенная земля для казахского народа. Здесь развивались средневековая культура и средневековые города. На Великом Шелковом пути Пресердаринский ареал был прекрасным и удобным местом для ведения как земледелия, так и скотоводства. Особенное место в истории Казахстана – история Отрарского округа. Достаточно сказать, что в этой земле похоронен целый ряд выдающихся исторических личностей. Особенное место занимает памятник мавзолей святого Арстан Баба – учителя Ходжа Ахмеда Ясауи. Как следует по письменным источникам того времени, Туркестаном назывался целый округ, или, как тогда говорили, Вилаед, с центром Ясы. Отсюда имя Ясауи, что значит «родившийся в Ясы», который стал позднее единым городом Туркестана. Мы стоим прямо у ворот центра города, цитадели Туркестана. За мной вы видите главный памятник нашего города – мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи. Если говорить об истории самого города Туркестана, то предварительно мы говорим о Ясы Культобе. Так он назывался с IV века вплоть до середины XIV века. После строительства мавзолея город переименовали Хазреты Туркестан. С XVI века он уже называется Туркестаном. В 1597 году Туркестан объявил столицу Казахского ханства Есимхан. После завоевания им 32 городов в Пресердаринской области. В Туркестане правили 18 казахских ханов. Всего в истории казахов было 65 ханов. Так вот, 21 из них похоронен здесь. Также здесь находится прах около 30 казахских батыров и 20 биев. В том числе прах нашего выдающегося земляка Казыбека Би. Прах шейха Ахмеда Ясауи покоится в этой усыпальнице. Мыслитель, поэт и философ Ясауи был не просто миссионером ислама. Он проповедовал высокие идеи суфизма, одной из ветвь исламского учения. И главная его заслуга в том, что Коран, хадисы, пророка и толкования впервые зазвучали на тюркском языке. Мавзолей – прекрасный памятник средневековой архитектуры, переживший смутные времена и потрясения. Ранние фрагменты XII века вмурованы в известную сегодня постройку XIV века, сооруженную миром Тимуром. Мавзолей много раз реставрировался и из места погребения превратился в место паломничества. И не раз на протяжении своей истории становился свидетелем человеческих страстей и невероятных историй. Мавзолей Худжахмеда-Юсаи за много веков не раз подвергался как реставрации, так и большой опасности. В 1864 году по его куполам палил из пушки русский генерал Веревкин во время противостояния русской и каканских армий. И уже 25 лет спустя царское правительство выделило колоссальную по тем временам сумму в 10 тысяч рублей на реставрацию мавзолея. Так появились железные скобы на наружной стене мавзолея, пытающиеся скрепить трещину. Но эта реставрация обошлась дорого мавзолею. В Эрмитаж ушли уникальные бронзовые светильники, подаренные мавзолею Эмиром Тимуром. В свою очередь велоэт Туркестан граничит с велоэтом Утраром и с велоэтом Саураном, который был следующим после Туркестана северо-западным пунктом на Шелковом пути. Туркестан граничит с велоэтом Саураном, 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 Субтитры создавал DimaTorzok